Добрый вечер всем! Это первые карты после Вольпургиевой ночи. Бельтайн подходит как бы первое число к концу, но Бельтайн 13-14 только приносили жертвы. Это очень долгий праздник, как и наш Новый год. Он довольно долго длится. Между прочим, зарастрийский Новый год тоже длился долго. Тоже 12 дней он длился. И тоже на 13-14 день. Так что любые праздники такие вот значимые не по две недели длятся. И между прочим, этот день они 13-14 мая именно в Иды приносили основные жертвы. Опять Иды. То есть мартовские Иды убили Юлия Цезаря. Это Иды перед Зарастрийским Новым годом. В майские приносили жертвы кельтским богам. И, кстати говоря, если так брать, то у них праздники как раз и идут первого числа плюс две недели. И это всегда получаются основные жертвоприношения на Иды. И это карди фиксированные знаки, на все фиксированные знаки, которые очень прочно удерживают позицию. Фидель Кастро почему так долго на кубе сидел? Он лев фиксированный знак. Ни его нельзя подвинуть, ни он не двигается. И вот смотрите, что выпало. Первое у меня шестерка Пентакли. Но тут основной смысл, что девушка правосудия, она взвешивает. То есть они еще ничего не решили, никому что дать, никому что подарить. У кого чего забрать. Это идет как суд. Суд силы. Два человека ждут решения. Просто ждут. Ничего нельзя сделать. Она держит весы. Ее лица даже не видно. Под капюшоном. Просто надо, они взвешивают еще. Никакого ответа пока нету, что принесла в Альпурге его ночи, что принес Бельтайн. Просто пока нету. И следующая карта Император, которая продолжает эту же тему. Но и плохого нету. То есть Император это все-таки какое-то продвижение, какая-то организация, какая-то удача. Какой-то наш успех. Это неплохая карта. Совершенно неплохая. Они обдумывают, скажем так, наши просьбы, наше пожелание у всех. Они взяли. Вот эта девушка взяла, взвесила. И что нужно, передала на самый верх. В данном случае это не просто Император. Это лучшие силы. Кстати, тут тоже волки. Что очень символично для кельтского праздника. Они же жили на природе у этого Императора волки. Мне передали наверх. Не надо ждать ответа. Посмотрим завтра, что еще ответили. Но пока ответа не на ваши просьбы, не на ваши желания, не на помощь пока нету. Но они наверху, они получили. И они будут думать. Причем, что темные силы, все пошло наверх высшим светлым силам. Так что это, наверное, Дагда, Верховный Бог. В данном случае кельтский. У нас Император. Это карта ткань. Темная зарева огонь. Это то, что и в Альпурге его ночи. В Бельтайн. То, что вы получили, оно пошло наверх. Можете не сомневаться. Будет получено и рассмотрено. Вот это такое положительное. Но Император прямой. Так что там хороший прогноз дает. Нет, это все-таки Пентакли. Это тоже положительная карта. Две положительных карты. Так что, скорее, как-то решение будет, скорее всего, положительным. Но надо подождать. Они, во всяком случае, настроены очень благожелательно. Карты обе прямые. Что не так часто. Вот такой пока прогноз по в Альпурге его и ночи. И по первому дню сомайной. И посмотрю на ромах еще дополнительно. Ну вот, мы продолжаем на рунах. У нас Туризас перевернутая. Не до газа. Ну, как это? Это перевернутая, это барьер. Другой мир. В общем-то, первая руна, это барьер. Это не слабость и не сила, не препятствия, не топор. Это в данном случае перевернутый барьер. Ослаблена защита. То есть, если это защита барьер, то вход в мир мертвых. Я, кстати, брала, не знаю, какой мешочек, так как они одинакового цвета. Не знаю, какие руны будут. Красные или черные. Они лежали вместе. И это выпали черные. Два мешочка, они одинаковые. Выпали черные. Это барьер. Проломленный барьер. Как бы, открытый. Поэтому она перевернута. И они выходят на свет. То есть, это еще в совершенном процессе. И это не день в наших делах. Это не день наших желаний. И тоже ничего, ответ не меняется. И как бы ничего не меняет в том, что происходит. Пока они просто соединены. Тот мир потусторонний, мир загробный и наш дневной мир. Наш мир живых. Это Дагаз и их мир. Это Туризас. Среди которых обычно барьер, завеса и зеркало. Это переход. Тут, по-моему, просто черным по белому. Вот так и есть черным. На зеркале написано. Пока идет этот переход. И надо как бы закладывать себе. И просить. Пока никакого ответа нету. И ничего они не ответят. Просто можно еще смотреть, что еще нужно попросить и сделать. Потому что барьер открыт, действие идет, сила выплескивается и никакого результата. Как бы просто совет просить дальше, желать себе все, что мы договаривали. Так что пока вот просто идет совмещение. Это только началось, скажем так. Так что не торопитесь, все успеете. Все, что хотите передать, все, что хотите попросить. Чтобы вам приснилось, кто умеет видеть его очи, встретятся. И здесь вместе даже. Тут все. В общем-то и Радоница недалеко. И затмение, оно тоже. Затмение это будет выхлест. И затмение будет опасно. Имеется это в виду. Это опасное будет затмение. И в этом плане вот спокойными и с какими-то силами. Очень низшими будет опасно. Потому что очень пал барьер. Нет защиты. Барьеры пали. А что они делают? Они голодные. Естественно, они ищут себе пропитание. Но не надо быть самим пропитанием этим. Так что вот это все блюдо только начинает готовиться. Оно вовсе не закончилось. Вот пока такой расклад. Нужно посмотреть, что нам делать сейчас лучше. Еще на второй. На этом я прощаюсь.